Что стало с квартирой после года проживания? Ребят, всем привет! Я сегодня на квартире, которая после ремонта под сдачу. Это будет такое ответное видео к тому видео, которое очень популярное сейчас на моем канале. Около полмиллиона просмотров. Мы отремонтировали данную квартиру за 30 дней. Не сами, а с помощью рабочих. И потратили примерно 350 тысяч рублей на полностью черновую работу с мебелью и с техникой. Также была сантехника сделана, отопление. И сегодня, ребята, я хочу вам показать квартиру. Мы ее сдавали ровно год. И это будет такое ответное видео, потому что очень много в комментариях было написано, что такую квартиру сдавать нельзя, ее быстро там засрут, мебель сломают, на обоях нарисуют и так далее. Жила здесь семья, двое человек. Детей не было, собак не было. Это сразу же хочу уточнить. Человек работал рядом с данной квартирой, проживал, готовил и так далее. Он сейчас съехал, договор закончился. И сегодня я вам покажу квартиру полностью. То есть покажу, что стало с квартирой после года проживания. Коридор. Коридор. Дверь в прекрасном состоянии. Вот это белое пятно было в самом начале. А также оно здесь и осталось. Обои было решено поклеить белые. Ну, потому что кажется более просторно, что ли. Белый цвет нам больше понравился. Купили мы вот такую обувницу. Кстати, кто-то писал в комментариях, зачем вот этот колхоз. Мне нравится минимализм и недорого, кстати. Очень просторно. Единственное, можно было бы какое-нибудь зеркальце придумать здесь. Просто, понимаете, ребята, я смотрю, и если какие-то изменения будут, я вам буду говорить. Здесь никаких изменений в коридоре нету. Никаких черных пятен, ничего нету. То есть белые стены по-прежнему. А перейдем в ванную. Дверь прекрасно открывается, закрывается. Ничего с ней не случилось. В ванну заходим. По поводу ванны сразу же хочу отметить то, что пожелтело. Вот это покрытие. Если будете заказывать Заливку в ванны, То берите, наверное, Дорогое покрытие. Я не помню, сколько мы потратили на это покрытие. Но обсудить этот момент С мастером, чтобы она вот так вот не пожелтела. То есть за год Ванна пожелтела. То есть смотрите, все беленькое, А здесь прямо вот желтенькое. Так, что еще? Какие-то потертости Есть от Труб. Я думаю, что это протереть И все, и будет нормально. Больше никаких изменений По ванной я не вижу, ребят. Все так же. Все так же. Мы решили ванну беленькой сделать. Не знаю, вот мы в этот раз прикольнулись. Ремонт сделали беленько. Все. Здесь труба На полотенчик устанавливали. И вот маленечко Хром повредили. Я смотрю. Вот так все цело. Технику я проверял. Техника работает. В квартире, кстати, я не убирался. То есть вот как нам сдали ее. Здесь, видимо, была уборка какая-то. Да, с их стороны. Я ничего не делал. Не убирался. Здесь В принципе, все то же самое по-прежнему. Не работает один светодиод. На него есть гарантия. Можно будет обратиться. И они поменяют. Кстати, кто-то писал в комментариях, ребята, Что дешевый светодиод. Я, к сожалению, этот момент не контролировал. И на видео, кстати, есть такое мерцание. Какое-то такое. И никто написал, что это потому, что дешевый светодиод. Возможно. Ну. Так. В квартиру был проведен интернет. Провода, в принципе, нет. Не видно. Он идет по плинтусу. Выходит здесь. Здесь вот можно модем установить. В принципе, в центре комнаты. По поводу шкафа, ребята. Никаких изменений я не вижу. Все так же. По такому же, в принципе, в таком же состоянии шкаф. Полки. То есть, никаких изменений по мебели я не вижу. То есть, никаких сколов, ничего. Много писали про диван. Вся мебель закупалась в фирме. Много мебели. Потому что просто за какие-то смешные деньги был куплен стол раскладной. И диван раскладной. И шкаф с угловой полкой. Много комментариев было про диван. Диван, кстати, очень хорошо работает, функционирует. Я уже пробовал его раскладывать. Кто-то сказал, что там сломается функция. Ну, функционал дивана. Ничего не сломалось. Все очень хорошо работает. По дивану наверняка не нет. То есть, год он отслужил, ребята. Единственное, я заметил по раскладному столу. Здесь есть, вот смотрите, вот такая вот фурнитура. И когда я пришел смотреть, она немного выскочила. Вот смотрите, чуть-чуть выскочила. И пришлось ее маленько поддавить туда. Тут маленько неловкий такой момент. И вот смотрите, за счет того, что она выскочила, здесь такой зазор получился. Стол раскладывается. Все прекрасно работает. Что еще? Обои по кругу, ребята, ну, белые, да? Но никаких изменений по обоим, ребята, нету. Так вот, ребята, решил все-таки разложить вам диван, чтобы не было каких-то там лишних обсуждений. Что-то, где-то, что-то не работает. В общем, сейчас разложу диван. Он, конечно, прям вот не супер-пупер там раскладывается, но система как бы работает нормально. То есть, вот, раз, все уперлось. Опускаем спинку. Здесь, кстати, ничего не зашоркано. Опускаем. Бах. Все. Диван разложен, чтобы стенки не шоркать. Берем, возвращаем обратно. Сюда, кстати, можно положить постельное белье. Система до сих пор прекрасная, ребята, работает. Тут нечему ломаться, понимаете? Нечему. Диван не продавленный, то есть мягкий. Вполне даже приличный. Так. Задвигаем обратно. Бах. И устанавливаем подушечки. Опа. И диван готов. Продолжим дальше. Тюль не порвана. Все ровно. Кстати, было установлено очень много розеток, ребят, по кругу. Я прям вот не жалею. Там розетка, там, там, там. И вот это прям всегда проблема найти розетку. Здесь можно заряжать, сидя на диване. Вот там, сзади зарядочка. Вот здесь вот. Идем в кухню. Вот такое вот самое место, где можно, в принципе, неплохо подзасрать так ее. Это я выключил. Холодильник, кстати, работает прекрасно. Выключил, чтобы он подтаял, чтобы не намерзал, чтобы не тратил электричество. По кухне. Ребят, понимаете, пахнет новизной. Новизной. Маленько вот здесь чуть-чуть там отрегулировать. Дверки задевает. Все в прекрасном состоянии. Фурнитура прекрасная здесь небольшая. Ужавчина появилась. Все в прекрасном состоянии. Это вот инициатива, видимо, жильца была наклеить. Что он показать, я не знаю. Все работает, все прекрасно. Все, ничего не испортили. Кто говорил, что за год квартиру засурут, испортит. Жалко квартиру сдавать. Ребят, установили цену немаленькую за квартиру. 16 тысяч рублей. И люди обращаются в соответствующие. То есть те, которые хотят жить в комфорте. Те, которые хотят видеть комфу комфорт. Что еще? Стол. Стол в прекрасном состоянии. Стол вообще просто какие-то копейки стоит. Это ангарская компания делает по металлопрофилю. Или как металлокаркасу. Недорого было куплено. Все. Ребята, за все, за все. За все вот это вот с техникой, со всем вот этим делами, с линолиум, с плинтусом. С плинтусом 350 тысяч рублей. Со все. Кто-то говорил, что надо было плинтусы выбирать в цвет дверей, что ли. Да, в цвет дверей. В общем, не умеем мы, видимо, выбирать плинтусы в цвет дверей. В общем, было установлено, было решено поставить плинтусы в цвет линолиума. После года аренды практически ничего не изменилось. Есть небольшие шероховатости, потертости. Но это нормально за год. Поэтому ремонтом я доволен. До сих пор ребята спрашивают, кто же тебе делал ремонт. Ребят, я ничего с этого не имею. Я просто дал контакты тех ребят, которые ремонтировали у меня квартиру. Это сантехник, мебельщик, который именно кухню делал. И маляр штукатур, который именно занимался всей основной работой, контролировал полностью всю работу. Я оставлю свой контакт, ребята, в описании. Обращайтесь, пишите. Я вам с радостью дам эти контакты. Можете обращаться к этим мастерам. Мастера работают в Ангарске. Я не знаю, в Иркутск они поедут или нет, но вот так. Кстати, ребята, пока мы тут с вами болтали, в перерывах трое посмотрело квартиру. Квартира пустая. И я опять выставил объявление. Квартира опять сдается. И буквально только вчера разместил объявление. И сразу же звонки посыпались. И в общем хотят в квартиру посмотреть. Трое посмотрело уже. И я сдал квартиру. Так что вот, квартира сдана. Опять будем подписывать договор на год. И если вам это видео зайдет, я обязательно запишу видео после года. То есть, что с квартиры стало после года. А так, в принципе, квартира прекрасно себя чувствует после года сдачи. Так что вот, ребята, если вам понравилось такое видео, такой формат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok